Карачаево-Черкесия Сокровища земли нартов Не нотки фонограммы, только живой звук филармонии Состоялся спектакль по повести Чингизайкматова «Материнское поле» Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» Информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия» С вами Мурат Жантьозов Сегодня Всемирный день туризма С праздником жителей поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов Он отметил, что туризм – одно из приоритетных направлений развития нашей республики Уникальное по красоте и разнообразию природа Привлекает в гостеприимную Карачаево-Черкесию Ежегодно миллионы туристов из различных регионов и стран И с каждым днем поток растет Наша задача сделать все, чтобы путешествие по республике приносило истинное удовольствие и радость От всей души поздравляю и желаю работникам туристической сферы Ярких идей и успешной реализации планов А любителям туризма, новых маршрутов и удивительных открытий Говорится в поздравлении главы Карачаева-Черкесии Также Рашид Тимрезов сообщил, что сегодня в День туризма Стартует всероссийская акция «Россия вдохновляет» Которая станет отличным поводом рассказать всем о своем любимом месте в России Для этого нужно поделиться в своих личных аккаунтах Впечатлениями о любимых маршрутах И указать хэштеги «Россия вдохновляет День туризма» Глава республики призвал всех показать, как богата и прекрасна наша великая родина Россия Глава республики Рашид Тимрезов принял участие в очередном заседании Координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции И обеспечения правопорядка, которое провел полномочный представитель Президента России ВСКФО Юрий Чайко Были обсуждены вопросы, связанные с мерами по повышению уровня антитеррористической защищенности Мест массового пребывания людей, образовательных организаций и учреждений А также по профилактике рецидивной преступности По итогам заседания полномочным представителям президента даны конкретные поручения Среди задач профильных органов была отмечена организация на постоянной основе В образовательных организациях мер по повышению антитеррористической защищенности зданий А также тренировок и занятий рекомендованных Миноборнауки и Минпросвещения России Начальник Главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин Представил личному составу временно исполняющего обязанности Министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Приказом Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева В Рио министра назначен полковник полиции Владимир Нефедов Ранее замещавший должность заместителя Министра внутренних дел по Республике Ингушетия Владимир Ильич имеет большой руководящий опыт Закончил Московский университет МВД России по специальности правоохранительная деятельность Награжден государственными и ведомственными наградами Его опыт и профессиональные навыки позволяют в полном объеме выполнять те задачи Которые возложены на министра внутренних дел Республики Отметил Сергей Бачурин Владимир Ильич поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность Что при поддержке личного состава служебные задачи будут выполнены на должном уровне Как без проблем и по закону осуществить сделку Найти данные по недвижимости или земле можно в Росреестре Для этого ведомство регулярно усовершенствует свою работу Отметили в ходе пресс-конференции с журналистами региональных СМИ Эксперты подробно рассказали о новой линейной амнистии и о расширении возможностей Подробности расскажет Альбина Ламкова Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Усовершенствует и упрощает работу в оформлении прав на недвижимое имущество и сделок с ним Это несомненно повысит уровень защиты жилищных прав граждан на придомовые территории Было отмечено на пресс-конференции Двери всегда открыты Мы с удовольствием будем подсказывать, объяснять, как оформлять эти гаражи Но в любом случае надо начинать с администрации местного самоуправления После утверждения границ земельного участка постановки на кадастр учет В том числе с координатами ложится на плечи наших граждан То есть ему необходимо обратиться к кадастровому инженеру для изготовления межевого плана После изготовления межевого плана постановки на кадастр учет Орган местного самоуправления постановление предоставляет в собственность Еще раз повторюсь, бесплатно данный земельный участок Порядок регистрации недвижимости продленный и упрощен в законе о дачной амнистии 2.0 Список объектов расширен, хотя в названии закона и фигурируют дачи Перечень объектов, которые под него попадают, уже давно не ограничивается садовыми домиками Гражданину предлагается комплексное решение В упрощенном порядке оформить право на такие жилые дома И одновременно земельные участки под ними в собственность бесплатно Для этого необходимо подать заявление в орган местного самоуправления О предоставлении участка под существующим домом И приложить любой документ, подтверждающий факт владения им Орган местного самоуправления после того, как выехал на место С комиссией определил, что он имеет такую возможность Принимает решение о предоставлении в собственность этого земельного участка И в течение пяти рабочих дней он сам, орган местного самоуправления Обращается в орган регистрации, то есть к нам И все это обязательно с одновременной регистрацией, постановкой на кадастровый учет Самого жилого дома Введен новый вид документа Машиночитаемая доверенность Это электронный аналог бумажной доверенности Необходимый для электронной подачи документа В отличие от бумажного экземпляра Подписывается квалифицированной электронной подписью руководителя организации Или индивидуального предпринимателя в файле в формате XML При ее использовании бумажную доверенность предоставлять не надо Специалисты Росрееста в ходе встречи с журналистами напомнили Что правообладатель также может самостоятельно обратиться в регистрирующий орган Для оформления прав на ранее учтенные объекты недвижимости Подойти в МФЦ, то есть заявочным характером Написать заявление на получение сведений на свой объект Если точно знает, указывает кадастровый номер Это как бы в идеале Если не знает, то адресные характеристики И определенный госпошлину оплачивает на определенную выписку Их порядка где-то может быть 10 выписок, чуть больше Они имеют как бы разный характер и разные сведения Также сведения можно запросить на портале Госуслуг В том случае информацию гражданин получит бесплатно и в течение одной минуты В процедуре регистрации сделок по недвижимости регулярно происходят какие-то изменения В частности, все активнее идет процесс перевода части операции И документа оборота в электронный вид Проверить свой объект недвижимости и его судьбу можно через портал Госуслуг Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия В Карачаево-Черкесском госуниверситете имени Умара Леева Проходит межрегиональная передвижная выставка Сокровища земли нартов Данная экспозиция является одним из этапов большого проекта По изучению и популяризации Карачаево-Балкарского нартского эпоса Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура и компьютерная графика Представлены вниманию посетителей На выставке побывал и Алихан Лепшоков Каждая работа передает богатую и самобытную культуру Карачаево-Балкарского народа Яркие и красочные картины, скульптуры, резьба по дереву и камню Изделия из войлок украсили Выставочный сдал Института культуры и искусства ЧГУ Каждое произведение позволяет окунуться в сказочный и древний мир Карачаево-Балкарского нартского эпоса И возможность увидеть его в необычных красках Меня зацепило то, что вода Вода меня прям очень зацепила Она как будто дышит Она очень прозрачная, чистая Видно, что она прям чистая Картина написана очень детально И это тоже привлекает очень большое внимание Все чисто, красиво Преподаватели-студенты Института культуры и искусств ЧГУ Принимали участие в семинаре, на котором обсуждался нартский эпос и традиционная культура карачаевцев и балкарцев После этого и были созданы эти работы Многие из которых были отобраны для этой выставки Сами художники отмечают, что нартский эпос дал возможность им вдохновиться и сотворить эти шедевры Что объединяет эта выставка? Это объединяет нашу историю, культуру Каждый народ должен свою культуру знать Язык, искусство, культура, нартовский эпос И вот оно, чтобы подрастающее поколение не забылось и передавалось Эта выставка имеет большое значение в плане сохранения и популяризации наследия народов Северного Кавказа В этих чудесных произведениях искусство отображены сцены из нартского эпоса и богатая культура карачаево-балкарского народа Очень приятно и отрадно, что в экспозицию основную вошли работы не только именитых преподавателей, но и студентов И, соответственно, сейчас, когда эта выставка дошла уже до нашего вуза Здесь есть возможность и поизучать, кто как трактовал разные образы Еще раз вернуться к нартскому эпосу Потому что есть все-таки различия между эпосами разных народов Учитывая, что студенты у нас из разных регионов, это очень хороший опыт Выставка стала отличной площадкой для обмена знаниями и диалогом между постителями и организаторами Экспозиция будет работать в течение месяца и постить ее может каждый желающий Алихан Ипшоков, Олег Малхожев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск Не нотки фонограммы, только живой звук В филармонии состоялся спектакль по повести Чингиза Итматова «Материнское поле» В постановке Русского театра драмы и комедии Карачаева-Черкесии Об особенностях спектакля расскажет Дарья Тендит Передать на сцене замысел Чингиза Итматова сложно Но режиссер Антон Городецкий и сценограф Леонид Черный Сохранили главную ценность материнского поля Наполняя смыслом и трагизмом историю жизни Они избежали общепринятых приемов Благодаря этому получилось необычно Роль Толгана исполнили все актрисы состава Каждая из них отображала определенный период жизни Спектакль проходил без фонограммы был Только живой звук Я сначала разлучился, думаю Ну что ж ты Это мы следы древочим, мы тоже там в Москве Немножко учились, и мы что-то знаем Почему-то так решил Он сказал, да знаете А у вас актеры Из-под порог Они вытащат И потом, я думаю, что вот эта тема Тут нужна тишина Сдержанная цветовая гамма Белое деяние, желтое поле Два основных голоса Матери женщины и матери земли В совокупности это оказывает магнетическое воздействие на зрителя Здравствуй, Поль Здравствуй, Толганай Ты пришла Еще постарела История о жизни обычной женщины, которая прошла через множество трудностей и несчастий Толганай потеряла мужа и сыновей во время войны Жизнь сильнее смерти, а материнская любовь вечно Мимо нас пробег пронесся Последний вагон эшелон А я все еще бежала по шпалам Затем упала Котик кричала и стонала Сын мой отправлялся на поле битвы Актеры передали на сцене всю глубину и трагичность, держа зрителей в напряжении до самого конца Тяжело дается актеру Такие драматические сюжеты Держать себя и свои эмоции Не расплескать, а оставить для зрителя Поэтому вот это, наверное, самое сложное было в работе над этим спектаклем Сидящие в зале были полностью погружены в сюжет и переживали за героев Сдерживать эмоции зрителям было сложно Очень тяжелое время И вопросы здесь задаются очень честные и прямые И такие же прямые и даются ответы Спектакль смотрелся на одном дыхании Первый раз смотрел, как играют на взрыв Такого я еще не видел Спектакль «Материнское поле» стал важным событием в жизни зрителей Подарив им массу эмоций и тем для рассуждений Позволив ощутить на себе мощь и смысл прекрасного произведения Чингиза Итматова Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия Представители управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии приняли участие в первенстве регионального совета «Динамо» по перетягиванию каната среди сотрудников правоохранительных структур, которое прошло в рамках 100-летия образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества На стадионе «Нарт» Черкеска собрались шесть команд, представляющих Росгвардию, МВД, службы судебных приставов, СИН, МЧС и ФСБ Благодаря ловкости и сплоченности по итогу спортивной встречи первое место заняла команда управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Второе место за спортсменами из регионального МЧС, почетную бронзу получили представители республиканского ФСИН Победителям вручены памятные кубки, дипломы и ценные призы Сегодня день туризма для Карачаева-Черкесии это особый праздник Туризм активно развивается, известные курорты республики посещают тысячи и тысячи туристов Один из райских уголков, куда хочется возвращаться вновь и вновь, это Тиберда Еще с 19 века город-курорт Тиберда является кавказской здравницей и местом, где каждый может насладиться живописнейшими пейзажами и вдыхать чистый горный воздух В этом году курорту исполняется 140 лет Об истории развития Тиберды и о том, какие достопримечательности популярны у туристов В нашей рубрике «Точка на карте» рассказывает Алихан Лепшоков Курорт-курорт Тиберда является не только республиканской здравницей, но и жемчужиной в ожерелье курортов России Сюда приезжают тысячи туристов, чтобы поправить свое здоровье и отдохнуть Живописнейший уголок с величественными горами, чистыми реками Еще в 19 веке в Тиберде проходили лечение от таких болезней, как туберкулез Тогда же и появились первые казенные дачи, которые являются прообразом нынешних домов отдыха Воздух в городе-курорте Тиберда и правда целебный А его ионизация в 50 раз выше, чем на равнинах Возможно и не случайно это райское место получило название с перевода с карачаевского языка «Божий дар» Изначально Тиберда был курортным поселком А в 1971 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему был присвоен статус города Здесь множество целебных источников, чистых рек и вод Особым великолепием и красотой отличается озеро Каракель, где можно поплавать и отдохнуть на берегу в тени деревьев Город-курорт Тиберда отметил свой 140-летний юбилей С днем рождения горожан поздравили гости из других регионов России Мы приехали на этот праздник из Ставропольского края, из города Благодарный Для того, чтобы посмотреть на этот город, на этот праздник Поздравить всех горожан его Пожелать им процветания, пожелать им удачи, успехов, здоровья, всего самого доброго Это замечательный город, здесь очень красиво, здесь доброжелательные люди Мы с удовольствием сюда приезжаем, уже не первый раз А сегодня особенно хочется поздравить всех горожан с их юбилеем В честь юбилея в Тиберде организовали различные спортивные состязания Такие как стрельба из лука, армспорт, поднятие гири В них приняли участие дети и взрослые Юные жители Тиберды тоже очень любят свой город и пожелали курорту дальнейшего процветания Вообще это классно, что они отмечают, когда Тиберде исполняется столько лет Это вообще топ, что они делают соревнования всякие Организуют это всех для жителей Вообще молодцы, что они это все делают Занимались молодежью спортом, дружили между собой Развивались только в лучшую сторону А сегодня что, праздника и не отношения? Все хорошо, нравятся организаторы Постарались для детей, для взрослых Есть на что посмотреть Все нормально Отрадно видеть, что жители приобщены к активному отдыху и здоровому образу Отмечают организаторы праздника И к следующему году планируют увеличить масштаб состязаний У нас уже второй год мы проводим День города Тиберды У нас сегодня проводятся спортивные мероприятия Это дисциплины стрельба из лука Поднятие гири Холтаж на метание камня И армспорт Там две весовые категории Которые сегодня проводятся у нас То есть новшество Это конечно же у нас стрельба из лука Которые дети с удовольствием хотят попробовать Ну и по традиции Самая аппетитная часть праздника Это кулинарные мастер-классы национальных блюд Каждый желающий мог попробовать вкусные горячие хачаны Сочное мясо баранины И карачаевское блюдо Организаторы постарались Чтобы праздник получился ярким, вкусным и зрелищным Отрадно видеть, что столько пришло гостей и туристов На этот праздник видно, что все веселятся, радостные все Такие праздники надо совершать чаще И это очень приятно и полезно для всего нашего населения В этом году в два раза больше лет, чем в прошлом году Люди разносят эту информацию друг другу, друзьям рассказывают И очень много людей Вы же сами видите, можете понаблюдать Здесь очень много людей Преображению Тибирды радуются и старожилы города-курорта Очень хорошая традиция Я уже сказал Людей много здесь отдыхающих В данный момент Очень много приезжих Нам приятно, когда они Общаются, приезжают Отведали наши традиции Да, и традиционные блюда Вот бесплатно все дают Все идут, кушают, радуются Это уже приятно Всем жителям Как и всем остальным гражданам нашей большой страны Я желаю крепкого здоровья, долголетия, успехов в труде И воспитания подрастающего поколения Слова поздравлений в день юбилея Прозвучали и от представителей власти Безусловно, Тибирда – жемчужина юга России Обрамленная горными вершинами и густыми лесами Она как глоток свежего воздуха Придает силы и здоровье Как жителям города, так и многочисленным туристам Которые приезжают сюда Которые приезжают сюда погостить со всей страны Курорт Тибирду посещают более 400 тысяч туристов Здесь поправляют свое здоровье Дышат целебным воздухом Известные артисты посвятили свои лучшие творческие номера Городу-курорту Алихан Лепшоков, Расул Бердиев Город-курорт Тибирда Мы продолжаем рубрику «Наше наследие» В которой расскажем об одном из красивейших сооружений Республики – башни Адиюх Возведенная почти три столетия назад Кабардинским князем Темрюка Джибаматовым Из рода Атажукиных Сегодня она находится под охраной государства Об истории башни расскажет Шерифат Лепшокова А я прощаюсь с вами Хорошего вам настроения и всего доброго Башня Адиюх высится над обрывом малого Зеленчука Построенная в 18 веке, она выполняла сторожевую функцию Но башня стала известной благодаря легенде О прекрасной девушке Адиюх Светлорукая героиня нартского эпоса Адиюх В абазинском варианте Кайдух В карачаевском Акпелек славилась своей необычайной красотой Жила на высокой башне и каждую ночь озаряла Путь своему мужу псабыди, когда тот возвращался с табуном из набека Прекрасная княгиня протягивала руку Исходящий луч разгонял тьму И отважный нарт проходил через полотнянный мост Но однажды возгордился псабыда перед супругой За что горько поплатился Историк-любитель Мухаммед Хакунов Как никто знает эту легенду Его отец, известный поэт Юсуф Хакунов Автор поэмы Адиюх Он был знатоком истории И любовь к ней привил своему сыну Погиб муж ночью, темной ночью Он пригнал лошадей Она не осветила своей рукой Но все же он упрямый Решил перегнать ночью И до середины, наверное, табун дошел И вдруг молния И все лошади упали в реку И он сам тоже И оскалы вот эти Их кровью вот красные скалы Сказание гласит, говорит Мухаммед Хакунов Что тело своего супруга Адиюх Нашла аж у слияния Малого Зеленчука и Кубани На территории нынешней Белонечетской Позже девушку увидел Сосрука Сраженный красотой Адиюх Он предложил ей стать его женой Согласие было получено Но происходит несчастный случай И она погибает Всю свою боль безутешно Сосрука Передал в песни плачи Похоронил ее И никто не знает Где она была похоронена Но молва была всегда Что она похоронена Прямо под башней Вот сюда спуститься И вдоль вот этих скал Там пещеры В одной из пещер Она была похоронена И замурована И Алибердуковские ребята Они нашли Нашли Ну кости женщины И платье очень красивое И когда говорят Открыли Она все рассыпалась За каждым мифом скрывается факт Как знать Может именно Адиюх Нашла там свое последнее пристанище Но башня была построена Черкесским князем Тимрюком Аджибаматовым Из рода Тажукиных В 18 веке О легенде Больше чем тысяча лет В 50-х Известный ученый Ставропольского края Историк-археолог Минаева Проводила здесь раскопки Она обнаружила городище Датируемое 6 веком Со смешанным населением С преобладанием Алан Экспедиции Были найдены следы поселений Жилые постройки, мавзолей, могильник позднесарматского времени А также стена с башней На ее останках и было построено Тимрюком Аджибаматовым Новое сооружение Ныне ставшее сердцем Хабетского района А тогда князь взялся за дело Со всей дотошностью Он ездил к крымскому хану За лучшими мастерами Которые построили сторожевую башню Воздвигнута она была Из грузков песчаника Особой разновидности горной породы Шириной до полутора метров И высотой до 13 Башня имела пять этажей Первый служил для хранения воды и пищи Попасть туда можно было только сверху Со второго этажа На который поднимались по приставной лестнице На третьем этаже были окна и бойницы Четвертый освещался через отверстие в потолке А пятый был местом для дозора Построенная на совесть Сооружение мог бы выдержать даже землетрясение Сотни лет башня веры и правды Служила горцам Сегодня она по праву является украшением республики Свидетельствующая о славном прошлом Башня все еще не открывает всех тайн Храня в своих вековых камнях Героическую притягательность прошлых лет Шрифат Левшокова, Мухаммед Ашибуков Вести Карачаева, Черкесия Хабеский район Шрифат Левшокова, Мухаммед Ашибуков